Всем привет дорогие друзья, с вами Евгений Сулейма и добро пожаловать в мой гараж. Как я и обещал, начинается самое интересное, мы начнем тюнинговать эту S5. И в сегодняшнем видео мы с вами сделаем самодельный холодный впуск. Да-да, вы не ошиблись, самодельный холодный впуск. Так как мы знаем, они могут стоить довольно-таки дорого, даже самый базовый набор, кит холодного впуска, даже возьмем ту же компанию K&N, стоит где-то в районе 250-300 долларов. Если мы идем дальше, компания 034, у них с карбоновыми всякими там вставками, чехлом этим, он может стоить где-то в районе 800 долларов. Наш же кит выйдет гораздо дешевле, по производительности должен быть то же самое. У меня несколько приблуд, которые я приобрел, что-то купил на ebay, в принципе все купил на ebay. Но это вот как бы у нас мы будем использовать фильтр от компании K&N и парочку патрубков, тоже такого без сопротивления. Здесь, конечно, мне пришлось еще поработать напильником, чтобы все, все концы убрать. Короче, ну было недоработано, реально фигня полная, но как бы стоит недорого, решил попробовать. В этом видео также мы разберемся, придает ли лошадиных сил, ну дай, но мы не будем делать, но хотя бы опять же сделаем замер 0100 и посмотрим, если будут какие-то у нас улучшенные результаты после установки фильтра K&N. Так что приступаем к установке и смотрим видео. Погнали! Итак, из чего я буду строить этот весь набор? Мы будем использовать фильтр K&N, он многоразовый, его можно мыть, перемывать и так далее, специально заправлять маслом. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео, если вы заинтересованы построить такой же кит на вашей S4, S5 и так далее, B9 модели. Также эти штуки я купил на ebay, вот какая-то KIO Star. Стоил этот набор в районе 80 баксов, то есть по 40 долларов за каждую штуку. То есть вот эту штуку рекомендуют 100%, она идет во всех других, например, дорогих китах. Ну она стоит, блин, только вот эта вещь может стоить где-то в пределах там 150 долларов. Тут за 40 долларов, ну как бы, я думаю, что будет служить так же самое. Вопрос вот этой вот был, тут, да, мне пришлось напильником вот эти вот отверстия, все там подравнивать. Полчаса, как минимум, я свое время не потратил, чтобы это все там отшлифовать, сделать ровным внутри ровной поверхности, открыть их, потому что, ну там был просто полный беспредел. Авто на заказ предоставляет услуги по пригону автомобилей США, подбор, покупка, логистика. Авто на заказ, ваш надежный партнер. Ну а прежде чем мы же займемся процессом, я решил помыть мотор, чтобы, ну как бы, было все чистенько, ручки были чистые и все углевало. То есть я сделал такой присолк, немножко побрызгал водой и вот использую Simple Green, обычный повседневный клинер для всего дома, короче, используется для всего. Короче, он должен обезжирить, сейчас вот все побрызгал, подождем пару минут. Сейчас уже очень жарко, конечно, не повторяйте мои ошибки, нужно, когда более холоднее, потому что слишком быстро высыхает, испаряется. И да, нужно, короче, постоянно держать его мокрым. Ну что, такой у нас финальный результат получился. Погоняли пылячку, все чистенько выглядит. Дальнейший ход действий, что я пытаюсь сделать с этим интейком. Мы меняем эту часть, этот патрубок, меняется этот патрубок на силиконовый, а потом с вот этой вот коробки, так как, если вы посмотрите, все кастомные cold intake, они вставляются в такой бокс, он открытый, сразу же видно фильтр здесь, либо есть вот с закрытым карбоном красиво, но отсутствует вся вот эта вот боковая часть. То есть наша задача вытащить этот вот бокс и выпилять отверстия, убрать стенки, вот как сделано на кастомных коробках. Единственное отличие у нас будет, то, что он будет сделан не из карбона, не из какого-то металла, но тем не менее это будет бокс, тоже у нас будет защитная часть, сторона от горячих элементов, а именно где воздух будет заходить, то есть эту часть мы оттуда уберем. Все, я вам покажу, как это делается, все элементарно и, короче, сохраняем с вами деньги. Просто посмотрите, что здесь происходит. Хорошо, что я сюда вообще полез, проверил. Вот так, прикиньте, а я наваливаю на автомобиле с таким вот фильтром. Короче, всегда первым делом с аукциона приходят машины, нужно сразу же проверять на масло. Но я посмотрел, что сервис на этой машине был пройден буквально недавно до того, как она попала на аукцион. Масло-то поменено, но дилеры никогда собаки не меняют фильтра. Вот это вот как бы фигня. И, кстати, на самом деле фильтр нормальный. Смотрите, под этой вот штукой, под белой, ее даже вот для перформанса, чтобы больше как бы был прохождение воздуха, фильтр обчищаете и уже как бы он становится лучше. Но если хотите просто как бы в экономном режиме продлить жизнь вашего фильтра, например, если даже ваш фильтр не идет с этим вот синтепоном, покупайте белый синтепон. У меня папик так делал на жигулях еще, лайфхак. И просто белым синтепоном раз, а здесь на парочку вот так вот нитками сшил и все. И у вас вот такой вот фильтр. Так, затем нам нужно вытащить эту штуку. Она просто вот так вот... Оп-оп-оп. Ну и вот смотрите, то есть на кастомных, когда вы там берете компании 034, у них вот эта вот часть просто открыта. То же самое сделаем мы. Нам нужно вот этот вот квадрат вот так вот здесь отпилить. Здесь как бы часть закрыта, а нам нужно, чтобы воздух забирался вот оттуда с дырки под фарой. Ну теперь все, что нам осталось, это убрать вот этот вот патрубок, так назвать, колено. Нам нужно снять клипсу одну, клипсу вторую, отсоединить этот шланг и два болта вон здесь один и внизу один. Ох, к нему будет подлезть, конечно, еще тот геморрой. В общем, я вам говорю, это вот полная хрень, вот эту штуку трогать. Короче, мы сейчас поступим следующим образом. У меня такое подозрение, что это вот китайская фигня чисто для понтов, и я не вижу какого-то супер-бенефита в этой металлической трубе, потому что по размерам оно одинаковое. Тут оно как бы родное уже стоит, тоже супер-гладкое, как бы, ну, да, туда что-то лезть, как бы, я не думаю, что нужно. Сейчас давайте померяем. Сначала внутреннее. Да, все-таки это вот внутри объем больше ее из-за того, что она тонкостенная, а здесь пластмасса и толстая идет. Да, то есть вот это здесь, типа, якобы будет больше воздуха пропускать через нее. Блин, ну ладно, пробуем дальше устанавливать. Надо теперь ключик найти, как такой, чтобы туда подлезть. И так как у нас нет нормального инструмента, нам нужно собрать автомобиль, чтобы поехать в магазин и купить сюда отверточку. Поэтому, вернее, не отверточку, а специальный ключ. Поэтому устанавливаем наш фильтр K&N. Видите, он полностью сделан под родной, родные разъемы. Мы его сейчас установим, пока мы попользуемся еще оригинальной этой штукой. Поедем купим нормальный инструмент и потом уже поменяем. В общем, ребят, процесс перенесся на следующий день, так как мне нужно было найти вот этот вот такой специальный ключик. Вам нужны будут насадки T25, T27 и шестигранник 3,16 для этого процесса. И такой вот ключик с трещоткой внутри. Если у вас такого ключика не будет, у вас вообще ничего не получится. Вставляете сюда эту насадку. И в американских дюймах есть 1,4 дюйма ключ. И сюда эта насадка прям идеально подходит. Единственное, что нужно будет ее замотать в изоленту, чтобы она не выпадала. И приступим к работе. В общем, ребят, смотрите, я вставил этот T27 в эту трещотку и замотал изолентой, чтобы он туда не провалился, так как оно не предназначено для него. Но вот таким образом туда вставляете и маленькими движениями. Не самый удобный способ. Ох, это, конечно, боль в заднице. Чтобы крутить его, нужно вставить и просто набраться терпения. Потому что иногда вы крутите по одному щелчку, а иногда максимум 3. Щелк, щелк. И вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В общем, работа бы не была возможна, если бы у вас нет такого ключа вообще. То есть обязательно должна быть трещотка под такой вот фитмент. Так, теперь еще одна шланга есть под низом. Там одевается такой коннектор пластиковый. Его нужно двумя пальцами нажать и тянуть этот патрубок вверх. Ну и вот вам для сравнения хотел показать заводскую и китайскую Себея штуку. Как бы сейчас размеры вам покажу. Смотрите, внутренняя. Тут вот просто очень толстая пластмасса, внутренний диаметр. Я замеряю и у меня получается 51 миллиметр. 51,05. Это на впуске. Смотрите, я уже сразу же вижу, если я раздвигаю. 61. На 10 миллиметров больше. Теперь входной. Здесь 63, там с копейками почти 64. И теперь входной здесь. Тут разница несущественная. 61 с копейками, почти 62. Но так же самое вот с вот этими отверстиями. Здесь ровная дырка и все. На моем же, на этом я сделал, она расходится. Она здесь входная такая же самая, но выходная там, она там как конусом расходится. То же самое и здесь. В общем, надеюсь, реально китайская эта штука должна помочь. Что, короче, делается, когда у вас нету нужного инструмента или нужно что-то отпилять? Мы пользуемся услугами соседа. Едем к моему тезке, Жеке. У него есть нужный инструмент, болгарка. Сейчас будем пилить. Мы видим, я прицепил к рюкзаку эту коробку. На машине не хочу ехать сейчас, так как она разобрана. Логично, да? Поэтому едем так, на велосипеде, будем пилить. Приехали. Ребят, вот так вот закрепили. Отмерил, где зону вырезал. Ну что, ребят, уже что-то получается. Сделали отверстие здесь, огромное. Затем отверстие небольшое здесь. Все это еще напильником заровняется, чтобы было эстетически красиво. Хотя там никто это видеть не будет. И что я еще хочу сделать. Вот этой вот штукой сделаем отверстие еще снизу. То есть туда вот как раз в эту шахту, где под фарой будут уходить. То есть вообще он будет дышать насквозь. У него объем воздуха в нем будет полностью открытый. Все, Жек, спасибо огромное. Давай, так что-то. Все, давай. До скорого. Ну что, ребята. И вот финальный. Результат. У нас отверстие здесь большое сбоку. Отверстие здесь внизу. Как раз вниз туда уходит под фару. И еще сделали вот здесь такое отверстие сзади. Ну так на всякий случай, чтобы максимально сделать поток воздуха со всех сторон заходил. Смотрите, что получается, что вот куда отверстие смотрят. У вас большое отверстие здесь, где фара. Будет вот немножко, где стена стоит, оттуда тянуть. И, конечно же, основное, это вот снизу, с под фары. А здесь все закрыто от двигателя. Здесь будет закрыто родным. И здесь этот сноркл будет установлен. То есть вот такая стратегия. Ну и приступим к установке. В комплекте у нас шло O-RIN. Уплотнитель резиновый. В других китах я видел, люди даже садят его на клей. Здесь как-то вот он четко становится. Что даже мне не нужно его ничем смазывать. Он держится прилично. Короче, ребят, столкнулся еще с одной сложностью. Не все так просто. Вот этот вот наконечник, куда одевается патрубок оригинальный, он здесь уже, чем... Ну, как бы диаметр отверстия одинаковый. Но если вы посмотрите сюда, то вот эта вот юбка, как бы здесь, она шире. И тогда этот коннектор защелкивается без проблем. А здесь он одевается, и он свободно болтается. Как бы может сифонить воздух. Сейчас вот что-то придется думать, как это сделать, чтобы он нормально защелкивался. В общем, что я сделал, я на вот этот вот наконечник намотал несколько витков изоленты. Как бы утолщил это расстояние. И он защелкнулся, как родной. Сел туго, очень хорошо. Теперь устанавливаем болты. Опять же. Ну, в общем, вы только можете себе представить, прикручивать этот болт. Все то же самое по одному клику, короче, занимает. Самое дольше, это, конечно, тот болт. Если бы не тот болт, все гораздо элементарно и просто. И можно было сделать быстро. В общем, так это все работает. Все в натяжечку на самом деле. Но влазит. Смотрите, четко все стало. Кио Стар! Что за Кио Стар? Что это за фирма? Вы слышали о такой вообще? Но, тем не менее. Вот я его впихнул туда. Ну что, ребят, я думаю, звучит просто офигенно, как и должно быть. И, как я сказал, этот кит обошелся мне 80 долларов. За вот эти две части и 8-70 долларов стоил фильтр. То есть, все вместе где-то в районе 150 долларов. Остается за малым проверить от 0 до 100, сколько она едет. Улучшилось все время или нет. И, чтобы это узнать, есть только один способ. Так, и что у нас тут? 4,8. Да нет, что-то еще хуже поехало. Ну что, ребят, как мы видим, установка холодного впуска на 3-х литровом моторе не так эффективна. Особо она не помогает на разгоне от 0 до 100. Поэтому установка самого холодного впуска фильтра, она неэффективна. Возможно, в совокупности, как в комбинации со всеми остальными наворотами, как чиповка, установка интеркулера и так далее. Как бы по чуть-чуть каждая вещь прибавляет определенного эффекта. И все вместе это будет давать какой-то большой эффект. Но, как мы видим сейчас, это неэффективно. То есть, не переплачивайте деньги за какие-то дорогие фильтра. Хочу отметить, хоть и это, так сказать, самопальный холодный впуск, но он сделан во всех лучших традициях дорогих фильтров. Там у нас и хорошие фильтры стоит, КНН-овский, и расширенный патрубок. Вот, и все сделано качественно. Но, тем не менее, видите, оно ничего не прибавляет, кроме как звука. Если вы хотите просто добавить звук, вот такой вот вариант вам вполне достаточен. Опять же, даже не стоит заморачиваться, наверное, если бы я делал бы следующую постройку такого фильтра, я бы не добавлял этот китайский патрубок. Очень много геморроя, туда подлазить тяжело. И я не знаю, насколько действительно он там добавил микро-милли-долли секунды для разгона. То есть, ну, как бы я бы оставил все родное. То есть, все, что нужно поставить, вот силиконовую трубу, ну, окей, как бы это нормально. Также фильтр КНН-овский и дырку. Опять же, я там уже сделал с запасом, сделал огромную дырку. Это гораздо можно было здесь сделать аккуратно. На задней площадке можно это не спиливать. То есть, вот эту боковушку открываете, и вам уже достаточно. Либо там снизу пару дырок отпилили, и тоже все проходит. В общем, такой вот у меня вывод по фильтру. В следующем выпуске мы будем вставить чип. Чип-тюнинг от GB4. Если вы такое слышали, я вам все подробно расскажу, как это устанавливается. И какой прирост в разгоне мы получим от него. Так что, следите за моими роликами. Ребят, ну, еще хотел поделиться с вами одной новостью. Наконец-то я открыл дилерскую на местный рынок, где машины будут продаваться на местный рынок в США. Но также вы можете все равно заходить по ссылке сюда. septemmotors.com. Это наш новый веб-сайт, где мы будем продавать бэушные автомобили. Так как некоторые автомобили также могут проходить под экспорт. Как, например, этот автомобиль. У него всего лишь 1,4 литра двигатель турбированный. И будет хорошо растамаживаться в странах Россия, Беларусь, Украина. Так как малолитражка. И вне зависимости от года на нее будет очень хорошая растаможка. Так что, следите за моим каналом. Следите за моим веб-сайтом. Там заходите и периодически проверяйте автомобили, которые есть на местном рынке. Я знаю, что меня смотрят люди также из США, которые тоже ищут автомобили. У нас будут хорошие цены. Мы будем продавать по wholesale, по оптовым ценам на нашем веб-сайте. Так что, заходи туда и следите. С вами был Евгений Сульма. Компания Автоназаказ. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok